Итак, плетем квадратный жгут поперечный в нашей основе. Вот я начала первые три бисеринки и продвигаюсь, то есть обращаю внимание только на то, что у меня, как в начале квадратного жгута, вот есть четыре бисеринки, вот здесь вот четыре бисеринки и плетем квадратный жгут поперечного направления. То есть, я думаю, вы можете найти в других видео мастер-классах, как это делается. У меня есть эти работы, но я просто хочу вам показать, то есть из-за того, что у нас, в принципе, я говорю, что наружный жгут должен быть длиннее, чем внутренний, поэтому нам вот эти поперечные жгутики, короткие, нужно обязательно подсоединять не на одном и том же расстоянии. То есть, если внизу я пропустила три крестика, наверху я пропускаю по четыре крестика. И тогда у меня вот здесь все ровно располагается, все симметрично, аккуратно и красиво. Итак, вот таким образом мы делаем ту длину, какая нам необходима, и подсоединяем здесь, если через три крестика, то здесь через четыре. И опять-таки, каждый может подумать, вот, ну, в принципе, хочется ли вам, чтобы по всей длине были вот эти перекладинки, или, возможно, здесь вот, как я предполагаю, уже заполнять бусинами. Но, опять-таки, это дело вкуса каждого. Я пока что вот сейчас проплету немножечко. Вот смотрите. Вот можно вместо этих перекладин вот эти бусины у меня задействовать. То есть, вот эти, допустим, перекладинки заполните вот этими бусинами. Вот смотрите. То есть, так, чтобы ваше колье получилось каким-то необыкновенным. Вот посмотрите. То есть, каждый может что-то свое привнести, но основы остаются теми же. То есть, жгуты, техники плетения. Вы просто должны подумать и свои вкусовые вот предпочтения вложить в ту работу, какую вы хотите сделать. Все это не настолько сложно придумывать новое что-то, если у вас под рукой есть разнообразные материалы. Не нужно слишком задумываться, ой, что бы мне сделать, не имея материалов. Это все равно не даст никакого хорошего результата. Результат хороший получается лишь в том случае, если у вас уже есть различные материалы, и вы начинаете с ними работать. Итак, я проплету сейчас еще часть вот таких жгутиков, и посмотрим, что мы еще можем сделать с нашей вот этой основой. Вот посмотрите. Я уже, в принципе, симметрично проплела вот мои вот эти поперечные жгутики, и начала расшивать мой жгут биконусами. Вот в таком уже состоянии вот эта основа, которой я буду пришивать затем мой кабошон. Но я пока еще не знаю, каким образом, в каком направлении я его пришью. Пока что я оформляю вот именно эту основу, которой буду пришивать. Пока что я занимаюсь расшивкой моих жгутиков, и уже в дальнейшем, когда у меня будет все расшито, я уже буду смотреть, что мне делать дальше. Ну, я продолжаю расшивать, и дальше, когда уже разошью, я снова покажу вам, что у меня получилось. Ну вот я уже закончила обшивать кристаллами мою основу для колье, моей жгуты, и вот у меня получилось вот такое вот изделие. Края я сразу, как видите, заделала, зашила вот такую бусину агата с одной и с другой стороны. Теперь я должна переходить к следующему этапу, то есть пришивать каким-то образом, ну, мой вот этот центральный элемент, оплетенную эту бусину, либо если кабошон у вас будет, или что у вас будет подготовлено вот к вашему колье. И также вот использовать вот эти мои бусины агаты для оформления, для украшения вот этого расшитого кристаллами жгута, и уже тогда мы будем видеть, насколько будет завершенной форма нашего колье. Итак, я приступаю к пришиву моего крупного вот этого центрального элемента, и мы посмотрим потом, что же у меня будет получаться. Вот я уже пришила центральную часть, вот так она у меня выглядит, и оформила с помощью бусин агата одну половину моей оправы, ну, не оправы, а, ну, сеточка, не сеточка, я даже не знаю, как сказать правильно, но основа для моего колье, вот так. Я заполнила бусинами, и точно так сейчас поступлю со второй половиной. Вторая половина пока что у меня выглядит вот таким образом, и я ее сейчас буду заполнять бусинами, и предполагаю еще сделать пару лепестков вот здесь, чтобы немножечко вот мое колье приняло завершенный вид. И на этом моя работа будет закончена. То есть я вам показала, в принципе, все этапы создания от нуля и до конечного результата. Вот такие колье более-менее непростые, крупные, и я считаю, что заслуживающие иметь место вот в жизни. Я продолжаю работу. Ну вот, я уже оформила мое украшение. Центральная часть его теперь имеет вот такой вид. Вот такой вид. Он немножко, вот, асимметрично я его расположила, и не старалась добиться асимметрии, так как и камень у меня несимметрично оплетен. Вот так вот я оформила его, добавила еще вот такие вот, ну, лепесточки фантазийные. Видите, они не имеют одинаковой формы, но все-таки вот такое вот украшение для моего камня получилось, я думаю, что очень даже симпатичное. Вот с изнаночной стороны эта центральная часть выглядит вот таким образом. И мои жгуты, к которым я прикрепила эту центральную часть, тоже вот я оформила с помощью бусин агата. И думаю, что теперь мое украшение имеет уже завершенный вид. Вот изнаночная сторона вот так выглядит. Все здесь аккуратно, все закреплено прочно. И жгут этот остался все-таки у меня мягким, как видите. Он достаточно подвижный, нежесткий и прекрасно примет форму тела, шеи. То есть, если будет лежать несколько ниже шеи, то он будет прекрасно ложиться, не будет торчать, будет прекрасно ложиться по форме тела. На этом я считаю, что наш вот такой вот практический урок, теоретический, извините, теоретический урок мы можем с вами завершить. На этом я хотела просто немножечко вот, как бы, знаете, ответить на некоторые вопросы, какие вот задают. Ну, каким образом я создаю мое украшение, откуда мне приходят идеи. Все достаточно просто, как я уже сказала. Если у вас есть различные материалы, вы просто должны постараться их скомпоновать в одно целое. И я никогда не ищу заранее, то есть, какую-то форму украшения, а затем материалы. Я исхожу уже из материалов, какие у меня есть. Конечно, если уже повторять за кем-то, то нужно определенные материалы, какие уже использовал мастер. Но если вы хотите создавать что-то свое, никогда не ищите сначала какое-то вот вдохновение, а потом уже материалы, а совершенно наоборот поступайте. Я считаю, что это будет правильно. Если у вас будет много различных материалов, вы обязательно что-то свое создадите. Я желаю вам удачи, успехов в творчестве, новых идей, чего-то совершенно необычного. Не как у других мастеров, чтобы у вас было, чтобы ваше украшение было индивидуальным и имело именно характерные вашему характеру черты. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И если вам было полезно то, что вы сегодня увидели, я буду очень довольна. Если вам понравилось с нами на канале, подписывайтесь и будете получать новые мастер-классы. Субтитры создавал DimaTorzok